Параграф 16. Внедрение смерти на земле. Практически, смерти как таковой у человека нет. В нашем русском языке нет слов, обозначавших смерть. Само слово «смерть» означает «смерой». Другие слова «приставиться», «почить», «отойти», «убить», «сдохнуть», «сыграть в ящик», «летальный исход» и так далее, в прошлом означали совсем другие действия, которые следуют из анализа корней этих слов, но совсем не смерть. А это свидетельствует, что смерть на земле, как явление, появилась совсем недавно, поскольку первоначальный смысл слов, означающий сегодня смерть, еще не успел исчезнуть. Древнерусское название умершего человека, сохранившееся до наших дней, «усопший», то есть «уснувший». Другими словами, наши предки, в отличие от нас, хорошо знали, что смерть — это лишь сон, который однажды заканчивается. Судя по склепам и дольменам, которые еще встречаются в некоторых местах на территории России, можно сделать вывод, что еще совсем недавно к смерти наши предки относились не как к уходу из жизни, а как к преображению. Ведь как из склепа, так и из дольмена можно всегда выйти самостоятельно. С приходом в Россию католичество было предписано закапывать умерших в землю, а склепы и дольмены были запрещены. Несмотря на это, казаки продолжали для умерших оставлять трубы, чтобы воскреснувший умерший мог позвать на помощь и не задохнулся в своем гробу. Если посмотреть на всю сложившуюся традицию похорон, то можно прийти к однозначному выводу, что все делалось и делается для того, чтобы человек, очнувшись после анабиоза, не мог выбраться из своего места захоронения. Сначала придумали на могилу класть камень. Поскольку это не помогло, и некоторым все-таки удавалось как-то выбраться, придумали могильную плиту, закрывающую всю могилу. Однако были случаи, когда люди и в этом случае как-то выкарабкивались, сорвав ногти и разодрав пальцы в кровь, о чем, кстати, сохранились рассказы, сочиненные, по всей видимости, еще в XIX веке и рассказываемые даже в наше время в пионерских лагерях. Естественно, такие случаи будоражили публику. Поэтому было придумано использовать деревянные гробы, а об их настоящем назначении мы уже писали ранее, у которых приколачивалась крышка, и уже шансов выбраться из него у ожившего человека не было никаких. После установления советской власти, когда католичество уже как традиция беспрепятственно было внедрено в российскую культуру, было предписано обязательное вскрытие умерших людей, чтобы не оставить умершим никакого шанса на воскрешение и крики о помощи, периодически раздававшиеся из могил, больше не возбуждали публику против врачей. Но врачи, конечно, не виноваты. Виноваты те, кто навязал нам представление о смерти и внедрил ее у нас на земле. В природе смерти как таковой нет. Есть только наше представление о ней, как о некой неизбежной необходимости, которая и утверждает на земле смерть. В действительности, как мы уже писали ранее, смерть ничем не отличима от литургического сна, анабиоза, через который ежегодно проходят многие животные, медведи, грызуны, чтобы весной снова вернуться к жизни. Литургический сон, смерть, создан нашими предками специально, как защитная реакция организма, пройдя которой человек омолаживался вследствие аутолиза, растворения накопленных белковых глобул, засорявших клетки организма. Но в медицине насаждается мнение, что аутолиз якобы перерабатывает все внутренние клетки, что абсолютно не соответствует действительности. В литургическом сне человек все слышит и даже видит, но не может пошевелиться до тех пор, пока в нем не произойдут процессы преображения. Не случайно люди, прошедшие литургический сон, смерть, обладают многими сенситивными способностями. Все сказанное позволяет сделать однозначный вывод, что иллюзия смерти, навязанная нам как средство наказания человека, стала реальностью, хотя по существу остается мнимой. Не случайно раскапывание старых кладбищ, когда еще не было вскрытий, показывает, что похороненные люди оказываются перевернутыми в гробах. Вспомните того же Гоголя, обнаруженного перевернутым в гробу. Другими словами, практически все люди, прошедшие смерть, если не было вскрытия, снова оживают и с ужасом для себя обнаруживают, что они заживо погребены. Поэтому нужно пересмотреть современные условия захоронения людей и снова начать хоронить, то есть прятать от животных и птиц, а не зарывать в землю, умерших людей в склепах. Поскольку для многих сегодня склеп будет не по карману, можно использовать готовые помещения верхнего тартара, которые находятся под всеми существующими городами и нынче пустуют, или пещеры, где температура зимой и летом одна и та же. Перед помещением человека в склеп ему необходимо современными способами очистить желудок, кишечник, рот и уши и каждые девять месяцев производить реанимацию древним русским способом. Причина умирания лежит не в слабой жизнестойкости клеток мозга, а в снижении температуры крови головы, а поскольку в голове большинство сосудов тоньше человеческого волоса, то загустевшей от охлаждения крови становится невозможно продвигаться по тончайшим капиллярам, и поэтому питание мозга отключается. Вот почему не удается привести человека в чувство, в сознание, несмотря на то, что у него восстанавливается и сердцебиение, и дыхание. Человеку, попавшему в клиническую смерть, необходимо прежде всего разогреть голову, а если у него возникло трупное окоченение, то все тело. Поэтому у русских при оживлении использовалась баня. Из физиологии известно, что биохимические реакции в человеческом организме происходят при температуре 36,6, а для того, чтобы их запустить, нужна температура 38 градусов, поэтому и была необходима баня. В результате проведенных нами исследований было обнаружено, что практически до трех дней у человека биологически активные точки акупунктуры продолжают функционировать точно так же, как у живого человека. А у людей, умерших насильственной смертью, сохраняются вплоть до месяца, а может и больше. Сохранилось множество описаний случаев оживления людей, когда проходило не 10 минут, а несколько часов, суток и даже месяцев. Разницы между анабиозом у животных, литургическим сном и смертью у человека нет никакой. Грызуны, медведи и другие высшие виды млекопитающих, всякий раз впадая в спячку, в действительности как бы умирают, но оживают с повышением температуры окружающей среды. Джон Райт в своей книге «Свидетель колдовства» описывал, как оживляют африканские шаманы воинов, которых убили сутки назад. Перед оживлением он у всех них зафиксировал кошачий зрачок и отсутствие какого-либо пульса. А после обряда, на который его не пустили, все умершие были живы. Главное при оживлении, чтобы температура тела не опускалась ниже 36,6, особенно температуры головы. И второе, человек должен периодически переворачиваться навзничь, так как центр воли, сознание, находящийся в центральной лобной доле мозга, не должен быть обескровлен, поскольку при остановленном сердце в результате длительного лежания на спине происходит естественный отток крови от олба. Исходя из всего сказанного, можно сделать однозначный вывод. Смерти вообще нет, а есть неблагоприятные условия, в которых организм вынужден остановить все происходящие в нем процессы. Однако, если правильно подготовить тело к оживлению, то смерть всегда можно победить. Патанатомы хорошо знают, что если у умершего человека после вскрытия грудной клетки задеть сердце, то вздрагивает все тело. Преподаватели оперативной хирургии в таком случае говорят, что это остаточные рефлексы. В действительности, это свидетельство того, что умерший человек живой и готов проснуться и жить, если его не будут резать, а потом закапывать в землю. Пользуясь случаем, в дополнение к изложенному способу оживления хочется дать одну рекомендацию, которую необходимо помнить на случай, если человек окажется в состоянии клинической смерти. Если вы вышли из тела и наблюдаете, как вас пытаются реанимировать, то знайте, что эти попытки будут безрезультатными со стороны врачей, если вы не войдете обратно в свое тело. Если врачам не удалось вас реанимировать, и они оставили свои попытки, а вы знаете, что вы можете еще жить да жить, тогда снова выйдите из тела и начинайте стимулировать свою энергию ЖИ. Делайте мысленно подъемы правой и левой руки в ритме, как билось ваше сердце, 12 раз. Затем с такой же частотой наклоняйте вперед-назад шею и тоже 12 раз. После этого делаете поклоны под 180 градусов, тоже 12 раз. В этом же ритме пытайтесь мысленно дышать, хотя легкие не дышат, у тонких тел они продолжают дышать. После этого напрягите все мышцы вашего тела. Если не удалось вздрогнуть, снова повторите эти упражнения в той же последовательности. Не давайте себя отвлечь никаким приходящим родственникам и добрым существам. Вы здесь нужнее. Наряду с внедрением смерти на Земле была произведена реорганизация того света, заблокировавшая перевоплощение человеческих душ. Был внедрен ад, упразднены божественные имена и отменена тризна, три поминальных дня с момента смерти, восьмой, девятый и десятый день. Тризна частично сохранилась лишь у индусов, остались лишь третий, девятый, сороковой день и год. В результате чего человек не может попасть даже в лок людей, не говоря уже о локе богов. Каждый поминальный день давал душе умершего человека возможность пройти иерархию локов и попасть в высший лок, который строится, согласно книге мертвых, следующим образом. Ад, лок животных, лок бродячих духов, лок людей, лок богов и лок великанов. Поминание умершего человека на третий и девятый помогает душе попасть только в лок животных. Возвращение же обратно в наши традиции тризны, трех поминальных дней, восьмого, девятого и десятого, позволит человеческой душе попадать в четвертый лок, лок людей, откуда возможно перевоплощение обратно в свой род. Отмечание года смерти для умершего, как и его рождение, не способствует его попаданию в высший лок, а нужно было для того, чтобы помочь человеку перевоплотиться. День рождения умершего и годовщина его смерти отмечались до тех пор, пока человек не перевоплотится. После его возвращения в этот мир они становились бесполезными.